8.20 на земле ильбруса. Доброе утро, Карачаевы, Черкесия. С вами Руслан Коркмазов и Светлана Шаганова. Сегодня мы узнаем, какой анализ надо сдать, если вам кажется, что на вас навели порчу и колдовство. А еще учителя бьют тревогу, у детей исчезают зрение и память. И в этом виноваты родители. Кроме того, расскажем, что надо сделать отцам, чтобы дети получили по 10 тысяч рублей. Начинаем, поехали. Но вначале мы узнаем полезную весть от нашего информационного партнера. В данный момент обслуживание покупателей осуществляется только через доставку. Итак, в нашей стране, независимо от дохода родителей, можно получить денег. 5 тысяч рублей детям до 3 лет и 10 тысяч рублей детям до 16 лет. Это можно оформить на сайте госуслуг. Сейчас этот портал испытывает большую нагрузку, но если не спать до обеда, то можно эти деньги легко получить. Кто рано встает, тому пенсионный фонд денег дает. Вот такая вот формула очень полезная. Поэтому рано вставайте и заходите на сайт госуслуг. Да, заявления принимаются до 1 октября. Денег всем хватит. И вот какой комментарий нам дала заместитель управляющего пенсионным фондом по Карачао-Черкесии Ирина Тамбиева. Заявления на ежемесячную выплату в отношении первых детей, а также на единовременную выплату, могут быть поданы до 1 октября 2020 года. И матерями, и отцами детей, так как данные выплаты не зависят от права гражданина на материнский семейный капитал. Если заявления подадут оба родителя, выплату получит тот, кто подал заявление первым. Вот обратите внимание, деньги, которые выделяет государство по 5-10 тысяч рублей, могут оформить и отцы, и матери. Но почему-то у пенсионных фондов толпятся мамаши с детьми. Возникает вопрос, где папаши? Да, чем заняты отцы? Наверное, они лежат на диване. Сейчас самоизоляция, как раз хорошее время посмотреть телевизор. Папаши, они не обидятся папаши? Говори, говори. Уважаемые папаши, проявите уважение к матерям своих детей и займитесь оформлением детских пособий. Не надо детей и мамочек отправлять в пенсионный фонд, чтобы спокойно продолжать лежать на диване. Лежа на диване можно посетить сайт «Газуслуг» и покорить даже мир. У нас сегодня очень полезная весть о том, какой анализ надо сдать, если вам кажется, что на вас навели порчу. И даже наколдовали на вас. Да, или вы в депрессии. Да, да, есть такой очень полезный анализ, и мы сегодня узнаем о том, что нужно сдать. Но прежде обсудим не менее важную тему. Учителя бьют тревогу, школьники тупеют и слепнут. И в этом винить можно родителей. Об этом чуть позже. А сейчас о приятном. Да, месяц май за окном, прекрасна погода. Казалось бы, наступило время, когда хочется выехать на природу. Но наслаждаться свежим воздухом сейчас можно и на своем балконе во дворе. Да, или во дворе своего собственного дома, или на даче. Также можно послушать пенье птиц или хорошую песню с утра. Тем более повод всегда найдется. Правда, Руслан? Да. 18 мая день рождения у замечательного человека, прекрасного педагога, учителя начальных классов гимназии номер 9 черкеска Фатимы Магомедовны Бачаевой. От всей души мы вас сегодня поздравляем с этим радостным днем. Здоровья вам, бесконечного счастья, успехов в любимой работе, хороших вам учеников и только ярких и радостных мгновений. Так, Свет, кто будет петь для нашей именинницы? Я думаю, что сегодня все свои цветы именинницы нашей подарит Николай Басков. И эта песня звучит только для вас. Кружится земля, и ночь сменяет дверь, тоже эфир крутой, только для меня чистый стоят. Потому что я счастливый всех людей, мне Бог с небес послал всех вас. Все цветы, что только есть на свете, я сорву, чтобы ты открыла сердце мне свое. Всех цветы тебе одно лишь только я дарю. Всех цветы и сердце верное мое. Как мне хорошо смотреть в глаза твои, Люба, спасибо, и своей душой прильнуть к твоей. Кружится земля, сейчас для нас двоих, Анечка, спасибо, нет больше никого. На ней все цветы и сердце верное мое. Спасибо, что только есть на свете, я сорву, чтобы ты открыла сердце мне свое. Все цветы тебе одно лишь только я дарю. Спасибо. Все цветы и сердце верное мое. Ани Лорос, спасибо. Ну, здесь отдельно аплодисменты. Король российской страны, Филипп Киркоров. Что только есть на свете, я сорву, спасибо. Я дарю, чтобы ты открыла сердце. Ани Лорос, спасибо. Все цветы и сердце верное мое. Я дарю, я дарю, все цветы. Какой анализ надо сдать, если вам кажется, что на вас навели порчу и у вас глубочайшая депрессия? Об этом совсем скоро. А сейчас о чем? О новых рекомендациях Роспотребнадзора по школьному обучению. Предлагают вот что. Дети сидят в одном классе, а к ним приходят учителя. Школьникам не надо бегать по кабинетам. Мы узнали мнение учителя 17-й гимназии столицы заслуженного учителя республики Кулизман Айбазовой. Мы в школе, когда учились, кабинетной системы не было. Даже вот первые годы нашей школе сейчас 33 года. Первые годы, вот первые пять лет, мы все в одном кабинете учились. Учителя ходили по кабинетам. Даже, вы знаете, это даже лучше. Дети сплоченнее. Да, дружные в таких кабинетах, если в одном кабинете. Вот началка у нас в одном кабинете занимается. И в началке дети такие дружные. И за кабинетом следят. И ухаживают за растениями. Если Кулизман Айлаевна считает, что споры о кабинетном или классном образовании не так важны, как важна другая проблема. Школьники приходят на учебу не выспавшиеся. А недосып приравнивается к алкоголизму и к алкогольному опьянению. Дети всю ночь проводят в интернете и в играх. Недосып, вот ученые раз признали алкогольным опьянением, то, значит, возникает вопрос о привлечении родителей к ответственности. Хорошо, когда ребенок ночи в интернете, а родители... Где? Спят. Да. Продолжает Кулизман Айлаевна. Вот больной вопрос сотовой телефоны. В школе-то мы их отнимаем во время урока, а после урока отдаем. А дома-то они контролируют родители. Ночью они могут в игры играть, не выспаться и утром прийти в школу. А от таких детей какая отдача и какое внимание? Это очень больной вопрос. Память у детей атрофируется. Даже элементарное все они только по телефону могут сказать. Вы уже это чувствуете? Это я чувствую. Чувствую и по зрению детей. С плохим зрением увеличилось количество детей. Я думаю, что это из-за сотовых телефонов. И если Роспотребнадзор предлагает перед уроками измерять у школьников температуру, то было бы правильным измерять и сонливость детей. Да, тем более такие технологии позволяют. Прикинь, ребенок отправляешь в школу, а его говорят, нет, не пустим, потому что он сонный. И тогда, если бы таких детей ставили бы на учет в детскую комнату милиции, родители бы задумались бы, на чем отбирали бы эти телефоны. И вот что заслуженный учитель Крачева-Черкесии предлагает родителям Крачева-Черкесии. Родителям я бы сказала, чтобы они контролировали своих детей. Чтобы они убедили своих детей, что телефон надо использовать, когда нужно что-то сообщать, когда надо куда-то позвонить. А уроки по телефону нельзя делать. Надо контролировать детей. И ночью надо контролировать в телефоне, ребенок сидит или спит. Ночью он, может быть, уроки делает в телефоне? Нет, они в телефоне сидят, в игры играют. Итак, продолжаем полезное утро и сейчас поговорим о депрессии. Дефицит витамина D вызывает искривление психики, стресс, депрессия, панические атаки и даже ощущение, что на вас довели порчу. Да, все это очень легко лечится. В стране началась массовая кампания по выявлению населения дефицита витамина D и еще четырех важных витаминов. Вот что нам рассказал официальный представитель лаборатории «Хеликс» в Карачаво-Черкесии Ксения Олеференко. В лабораторной службе «Хеликс» с 1 мая по 30 июня проходит акция, называется «Чек-ап», которая включает в себя пять анализов и сдается по очень выгодной цене стоимостью 1290. Туда будет входить пять анализов. Это витамин D, йод, магний, железо, общий анализ крови. Естественно, витамин D очень важен. Витамин D влияет на состояние кожи, ногтей, волос, нервной системы, мышечной системы, высокая потливость, бессонница. Естественно, дефицит витамина D, а тем более постоянный, он может приводить к развитию онкологических заболеваний, ухудшению памяти, ухудшению здоровья. То есть это постоянные бессонницы, стресс, это быстрая утомляемость. Говорят, что мы в Южной Республике живем и у нас много солнца, поэтому на витамин D можно анализ даже не сдавать. Смотрите, прежде чем получать дозу витамина D именно в лекарствах, нужно проконсультироваться с врачом. Естественно, что через солнце в кожу он проникает, но все равно есть минимальный уровень, который должен присутствовать в организме человека. И не всегда он может быть получен именно ультрафиолетом, то есть витаминами, капсулами его также надо будет принимать. Но это по согласованию с врачом для регламентированной дозировки. Всенародную акцию по выявлению дефицита 5 витаминов лаборанты советуют пройти прежде всего старшеклассникам. Потому что лаборанты говорят, что эти витамины помогают сдать ЕГЭ. И возникает вопрос, вот сейчас мамочки побегут сдавать эти анализы, точнее, чтобы дети сдали, понапичкают витаминами, а ЕГЭ будет не таким результативным, как ожидалось. Тогда что делать? И на этот вопрос у лаборантов тоже есть очень полезный ответ. Ну, все-таки витамин Д влияет на состояние организма, на умственную, но учить уроки никто не отменял. То есть, если вы не выучили тот или иной предмет, дефицит витамина Д может вам и не помочь. А сейчас в эфире телеканала «Россия-1» будем получать психологическое удовольствие. И это совершенно бесплатно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Таким мы сделали это полезное утро. Приятной вам субботы и до встречи. Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа «Вести Карачаева Черкезия». С вами Руслан Джукаев и коротко о главном. «Хочу воспитать в своих детях чувство сострадания». Об этом и не только гости программы «Многодетная мама» и руководитель благотворительного проекта Асиат Хакирова. Начался второй этап отбора в проект главы республики «Кадровый резерв». О том, какие вопросы нужно было выполнить, чтобы попасть в полуфинал проекта, узнаете в нашей программе. Более полутора тысячи продуктового пакета получили зарубежные студенты и сотрудники пенсионного возраста Качагуу имени Умара Алиева. Все меры социальной поддержки населения и бизнеса, инициированные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, без прецедентов в современной истории, отметил глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. Государство будет оказывать поддержку работникам социальных учреждений, семьям с детьми, предприятиям пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО, самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям. Глава республики дал поручение правительству Карачаева Черкесии обеспечить все организационные вопросы по отработке современных действий, совместных действий с федеральным правительством по реализации мер в полном объеме и в срок. Их исполнение взял под личный контроль. Ежегодно россияне 15 мая празднуют Международный день семьи. В этот день проходят праздничные мероприятия и поздравления близких. Наш сегодняшний гость, руководитель благотворительного проекта «Бег ради жизни» и мама троих детей Асиат Хакирова. Асиат, здравствуйте. Поздравляю вас с днем семьи. Асиат, расскажите, пожалуйста, мы вас знаем по вашей большой, самой, наверное, глобальной акции Карачаева Черкесии и СКФО «Бег ради жизни». И вы еще являетесь матерью троих детей. Как вы все это успеваете? Вот откуда это желание делать, творить такие акции, которые помогают детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации? Добрый день, спасибо большое за приглашение. Акция у нас благотворительная была первой организован в 2016 году. Проходит уже на территории Карачаева Черкесской республики ежегодно. Мои дети тоже принимают в ней участие. Кто-то бегает, кто-то просто со мной приходит, помогает, организовывает. Очень хочется мне развить в них чувство сострадания к людям, которые оказались в сложной ситуации или больны маленьким детям. Поэтому я их всегда беру с собой на какие-то благотворительные акции, на мероприятия, которые связаны с детьми. Как ты все успеваешь? У тебя трое детей и плюс твои акции, твоя общественная деятельность. Как ты на все находишь время и как у тебя все это так хорошо получается? Ну, я не знаю. Это смысл жизни. Утром ты встаешь на работу, ты знаешь, что тебе нужно туда идти. Здесь тоже тот же самый принцип. Успеваю делать все в промежутке между сном и работой. И очень счастлива, что у меня есть возможность и самой быть причастной ко всем этим делам. И своих детей туда привлекать. И уже и родственники многие подключились. То есть они регулярно ждут, когда где-то какой-то сбор будет, чтобы они могли внести свою лепту. Либо же нужно помочь какому-то ребенку, допустим, продуктами, вещами. К сожалению, у нас тоже есть и такие случаи в республике. Но они везде есть. Как бы этого не избежать. Они всегда были, есть и будут. Поэтому если человек услышал о том, что нужна где-то помощь, и у него есть возможность помочь, я считаю, что нельзя оставаться в стороне. Асиат, а как твои дети относятся к твоей деятельности? Они участвуют в этом, поддерживают тебя? Или же все-таки требуют к себе больше внимания, чем к твоей деятельности? Каково их отношение к твоим идеям, к твоим проектам? Мои дети вниманием не обделены, моим лично. Потому что я стараюсь укладываться в рабочий график ежедневный. То есть это с утра до вечера, пока я пребываю на работе. И в перерывах я успею заниматься своей активной деятельностью. Детям нравится. Детям нравится видеть положительные результаты, так скажем. Детям нравится ходить на тусовки, быть среди людей. Конечно, я вижу, что особенно у старших моих детей развивается вот это чувство сочувствия. Я хочу, чтобы это дальше продолжалось. Потому что на сегодняшний день очень важно, чтобы в людях присутствовала эта черта. Асиат, вот в сегодняшний день что бы ты хотела сказать семьям Карачаева-Черкесии? Вот твое личное пожелание матерям и детям, наверное. Ну, я в первую очередь хотела бы тебе пожелать, чтобы на следующий год, когда наступит этот день, семьи, чтобы ты уже тоже был при семье. Да, и тоже рассказал свои впечатления. Потому что ты тоже ведешь активную общественную деятельность. А так, ну, терпение и труд все перетрут, как говорится. В каждой семье есть всякое, бывает. И я думаю, что терпение, это, конечно, самое первое, что должно присутствовать у обоих. И как и у мужа, так и у жены. Естественно, то, из чего состоим мы, то есть наши дети. Ну, и, конечно, хотелось бы поздравить всех с этим праздником. Всех тех, у кого есть семьи, кто собирается создавать, чтобы все было благополучным. Сегодня суббота, и всем хочется знать, какой будет погода в выходные дни. Не переключайтесь. Суббота. Прокуратура Черкесска выявлено нарушением законодательства о безопасности дорожного движения. В мэрии республиканской столицы не разработаны проекты организации дорожного движения. О предпринятых мерах рассказали в прокуратуре республики. В ходе проверки установлено, что мэрии муниципального образования города Черкесска не были разработаны проекты организации дорожного движения. В силу положения федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации данные вопросы отнесены к числу вопросов местного значения городского округа. Бездействие должностных лиц мэрии в указанной сфере препятствует созданию условий, обеспечивающих безопасность дорожного движения, сохранению жизни и здоровья граждан, предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий. В связи с чем, по результатам проверки, прокурором города направлено в Черкесский городской суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействие управления жилищно-коммунального хозяйства и мэрии города и обязании разработать проекты организации дорожного движения. 160 участников стали полуфиналистами проекта главы Карачаева-Черкесии «Кадровый резерв». Пройдя все этапы интернет-тестирования, полуфиналисты получили свыше 95 баллов, большинство из них – жители Карачаева-Черкесии. О том, какие вопросы нужно было выполнить, чтобы попасть в полуфинал проекта и какие еще этапы нужно пройти, узнавал Алихан Лепшоков. Проект «Кадровый резерв» направлен на выявление жителей региона, обладающих квалифицированными знаниями, стратегическим мышлением, потенциалом профессионального и личностного развития для дальнейшего их привлечения на управленческие и иные должности в органах государственной власти Карачаева-Черкесии, органах местного самоуправления и на крупных предприятиях региона. Основной этап интернет-тестирования прошли 1127 человек. Из них 160 участников получили высшие баллы. Тестирование прошло чуть более 1 тысячи человек. Было зарегистрировано 1227 человек, что было выше ожидаемой цифры. То есть проект привлек значительно больше внимания, чем изначально было запланировано по количественным показателям. В 160 набрали проходной балл, который составил 95 баллов. И, соответственно, все эти участники, которые, как я сказал ранее, 160 человек, набравшие свыше 95 баллов от 95 и более, приглашены к участию в полуфинале в проекте. Руководитель проекта «Кадровый резерв» Ибрагим Татаркулов отметил, что интернет-тестирование включало в первую очередь психодиагностику, общие знания и ситуационные задачи, направленные на определение лидерских навыков и компетенций. Те, кто прошел данный этап, примут участие в полуфинале конкурса. Полуфинал включает в себя три этапа. Этап номер первый – это ретестирование. Этап номер второй – это самопрезентация. В рамках самопрезентации участники, вышедшие в полуфинал, должны рассказать экспертной комиссии о двух составляющих. Составляющая номер первая – в чем цель их участия в проекте главы Карачаевской Республики и Кадровый резерв. Вопрос номер второй – в чем их основное профессиональное достижение в рамках их деятельности. Затем после самопрезентации будет решение кейсов. При модераторах и при экспертной комиссии, которая состоит из Высшей школы государственного управления и ориентировочно еще и другого федерального вуза. В завершении Ибрагим Татаркулов отметил, что полуфинал пройдет в июне при условии благоприятной эпидемиологической обстановки. Алихам Лепшоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаева, Черкесия. Фонд помощи сотрудникам и студентам создан в КЧГУ имени Умара Алиева на период пандемии. Решением руководства вуза были розданы продукты первой необходимости. Рустам Кущетеров подробнее. Большой зал столовой КЧГУ имени Умара Алиева в очередной раз становится местом сбора продуктовых наборов. В связи с пандемией коронавирусной инфекцией в университете создан фонд поддержки студентов и сотрудников. Средства фонда уже направлены на оказание помощи всем сотрудникам вуза, которые достигли пенсионного возраста и проживают одни. Причем помощь коснется не только действующих, но и бывших сотрудников университета. Естественно, что поддержку получают и обучающиеся. Как правило, это иногородние и иностранные студенты, которые по разным причинам в период пандемии остались в Карачаевске. Я из Америки, из штата Мичигана. Приехала сюда почти два с половиной года назад. Вот у нас сейчас сложное время, дистанционное обучение. Немножко сложнее, чем обычно. Мы не можем как-то встречаться. Ну вот, все-таки, как-то университет продолжит нам поддерживать. И вот мы ждем, когда мы можем опять встречаться с студентами и опять с преподавательными. Соблюдая все правила санитарных норм, в масках и перчатках работники ситуационного центра Кычигу распасовывают продукты первой необходимости и индивидуальной защиты. После первой раздачи в продуктовые наборы были внесены изменения, чтобы получившие такую помощь могли максимально долгое время не нарушать режим самоизоляции. Во второй раз мы решили наш продуктовый набор дополнить бытовой химией. Это порошок, жидкое мыло. Конечно, у нас сохранилось антисептическое средство. Также у нас цельная курица, финики, макароны, две упаковки риса, сахар, яйца, мука. Добавили яблоки, сгущенное молоко, конфеты, печенье, сливочное масло, лимон для иммунитета, растительное масло. И, конечно же, у нас в наборе есть две многоразовые маски личной гигиены. Как только часть пакетов собрана, параллельно начинается другая работа – раздача этих самых наборов. По специальным спискам обзваниваются и приглашаются для получения помощи, проживающие в университетском общежитии, после чего начинается развозка по всему Карачаевску. Более полутора тысяч продуктовых наборов в короткие сроки оказываются в руках тех, кто действительно в этом нуждается. Во время вот этого социального дистанцирования такие акции, наоборот, объединяют университет, объединяет коллектив университета, преподавателей, студентов, представителей разных национальностей, представителей разных стран. Это для нас очень важно. Для нас еще важно, что вот те студенты, которые остались здесь у нас в Карачаевске, из различных субъектов Российской Федерации, из других стран, которые здесь проживают, мы понимаем, что их родители беспокоятся за них, думают о них. Важно, что в Карачаево-Черкесии о них думают, заботятся, и что мы несем ответственность. По словам ректора Качегута, у Султана Узденова, подобные акции будут продолжаться до тех пор, пока в этом будет необходимость. И хотя проблема эпидемии COVID-19 в республике все еще сохраняется, руководство ВУЗа смотрит в будущее только с оптимизмом. Мы уверены, что кандагиозность вируса добра сильнее кандагиозности вируса коронавируса. И мы победим. Устан Кушетеров, Денислан Байчоров, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск. На этом субботний выпуск ВЕСЕ подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!